Утро на Елисея Домашние животные! Подавай всем кошечек, собачек, а от кошечек шерсть, а собачки лают. А вот тут и дело рыбки. Но, что для этого нужно? Давайте узнаем. Аквариум Распространенное заблуждение, что для новичка лучше брать аквариум маленький. Проще, удобнее, не надо работать. Это заблуждение. Вообще аквариум считается от 40 до 150 литров. Вот это нормальный любительский аквариум. Почему? Вот в этом аквариуме малейшая ошибка, лишний кусочек корма бросили, рыбка погибла. Вот в этом аквариуме, никто даже не заметит, съедят и дальше пойдут в аквариум. Стекло должно быть полированное, чтобы вы свою рыбу видели и могли любоваться. Стекло должно быть достаточно прочным. При покупке не покупайте вазочки. Вода Наша комнатная температура 25-30 градусов. Температура воды в этой комнате всегда будет на 2-3 градуса ниже. То есть, если вы живете, и вам комфортно, значит и рыбе будет нормально. Подмена воды делается в зависимости от напряженности аквариума, от количества рыб, от количества растений, от установленного оборудования. Раз в неделю 35-40% воды надо отлить, и свежий, как я уже говорил, из-под крана можно налить. Если вы не планируете высаживать растения, достаточно вот просто прикрыть декоративное дно. В месте посадки растений, это может быть вдоль задней стенки, вдоль боковой стенки, слой грунта должен быть до 5 см. Это обычная промытая енисейская галька. Она у нас слишком крупная, это для крупной рыбы, для определенных видов аквариума. Для любителей она не годится. Обычным аквариумом лучше всего подойдет кварцевый песок. Абсолютно инертный, не загрязняет воду, достаточно хорошо аэрируется. Вот фракция миллиметр, фракция 2 мм. Свет в аквариумистике нужен для трех потребителей растения, рыбки и непосредственно человек. Любой свет средней интенсивности, чтобы мы видели рыбку, чтобы нам это нравилось, для рыбы достаточно. Ей главное увидеть корм. Свет должен гореть от 8 до 12 часов, не круглосуточно. Аэрирующее оборудование. Задача этого вида оборудования – насытить воду кислородом. Кислород также захватывается из окружающего воздуха, если присутствует наличие движения поверхности воды. Поверхность слегка рябит, этого достаточно, чтобы насытить воду кислородом. Фильтрующее оборудование. Фильтрующее оборудование может выполнять две функции – биологическую фильтрацию и механическую фильтрацию. Ну, с механической всё понятно. Прошло через губку, отобрали механическую звезь, она там осталась, мы её промыли, всё, водичка чистая. Если мы, надо прогнать большой объём воды и собрать много мути, ставим крупнопористую. Если у нас, в первую очередь, биологическая фильтрация, мелкая муть, биологическая муть, то мелкопористая губочка. Губку надо мыть вот так вот, прям с усилием, как вот раньше бельё стирали. И после этого вот такими движениями промывать, пока не потечёт чистая вода. И когда всё сделали? Очаровательно, у вас всё есть. Вы идёте домой, всё это ставите, заливаете, запускаете, отходите от аквариума и два дня на него смотрите. Вот через сутки примерно вода помутнеет, примерно, как будто в неё молока налили. Ещё через сутки, двое, это зависит от размеров аквариума, она станет прозрачной, как стекло. Всё, вот в этот момент, через два, три, иногда пять дней идите в магазин, берите рыбу. И у вас маленький кусочек природы дома.